Я вас приветствую, дорогие друзья! Добро пожаловать в третью часть по Land Rover Discovery 3, по которому мы снимаем как раз весь проект в деталях. С момента прошлой серии мы довольно-таки неплохо продвинулись. Но, конечно же, есть какие-то у нас сложности, какие-то трудности, какие-то затыки. Почему? Потому что это дизельный мотор. Мы ни разу не ставили такой двигатель. Тем не менее, он уже располагается в подкапотном пространстве. Уже изготовлен поддон, уже изготовлены опоры, он стоит на своих подушках. Мы сделали переходную плиту на раздатку. Здесь сохранена штатная раздатка. Естественно, будут сохранены все функции Terrain Response, понижаек, блокировок и всего-всего-всего. Двигатель уже заводится, автомобиль уже передвигается. Конечно, на дороге общего пользования пока рано выезжать. Еще не доделана электрика, еще не доделаны кое-какие обманки. Очень много трудностей, тонкостей. Что-то докупается, что-то заказывается, и на это тратится колоссальное время. Даже есть некое, можно сказать, недопонимание немножечко с заказчиком, поскольку заказчик хотел и думал, что это будет быстрее. Как обычно у нас происходит с бензиновыми моторами V8 от Toyota. Но этот мотор, еще раз подчеркну, для нас новый. И преодолеваем эти трудности, движемся вперед. Продолжение следует... Кстати, не забывайте подписываться на наш инстаграм. Именно в инстаграме мы выкладывали первый запуск этого дизельного двигателя. Ссылочку, как всегда, оставлю в описании. Заходите, смотрите. Там всегда лайв, там всегда наши живые фоточки, видео, первые запуски и так далее. Готов на этот раз? Итак, парни, первый запуск дизеля в нашем ателье... Нет, второй, до этого был ИСУЗУ, но там вообще древнее говно было, извините. Вот. Долго пытались прокачать. В итоге надо было поставить штатный насос. Штатного от Дискавери не хватает. Так что давайте сейчас запуск. Антон, давай. Что касается все же сложностей, с которыми мы столкнулись. Я не раз в разных видео рассказывал, что если приезжает автомобиль до свапа, его надо исследовать, понять, что это за автомобиль, считать, хакнуть. То есть получить всю правильную, всю нужную информацию для того, чтобы сам свап произошел как бы без проблем. И по Дискарям это было сделано давно. Существуют переходники от наших партнеров, компания ДМГ, которые мы покупали и без проблем ставили сюда Тойоты. Но здесь дизельный мотор. Казалось бы, поставил дизель, завел, подрубил по аналоговым сигналам через конвертер на кан-сигналы и все должно заработать. Все должно быть прекрасно, как и во многие другие разы. Но здесь все иначе. Сам по себе двигатель современный, сложный, он сам напичкан кан-шиной. И если не сделать правильные, нужные обманки, он не будет работать корректно. Он не будет выдавать полную мощность. Коробка не будет переключать. Даже банальные положения с ингибитора, селектора, ПРНД мы не можем вытащить. Поскольку там очень хитрый алгоритм работы этого селектора, который заходит в блок управления двигателем. Он вот здесь располагается в штатном месте. Кстати, сейчас замотан пакетиком. Поскольку после того, как мы поставили мотор, уже ездили на мойку днище. Сейчас я по поводу этого позже чуть расскажу. Значит, вся информация заходит с коробки в блок управления. И как-то вычленить ее, вызвонить или подпитаться, чтобы получить вот эти вот ПРНД на приборке. Чтобы получить задний ход. Чтобы получить запрет запуска на режимах передач. Поскольку он должен запускаться исключительно на паркинге и на нейтрале. Это культура свапа. Так должно быть в любом свапе. Конечно, его можно на полу завести, два провода дать. И он будет ездить, не выдавая свою полную мощность. Сделав только обманку на коробку. И будет все прекрасно. Многие, кстати, так и делают. Мы этого не сторонники. Мы хотим вытащить максимальный функционал двигателя. И заставить его максимально правильно работать. Даже, сейчас покажу. Даже пришлось приобрести вентилятор. Да, это обычный вентилятор. Вентилятор охлаждения. Он как бы идет и на двигатель, и на кондиционер. В штатном автомобиле BMW X5 E53. Казалось бы, для чего он нужен? Тут есть вискомуфта. Ну, любой другой бы прилепил вентилятор. Заставил бы его работать от кондиционера по аналоговому датчику. И все было бы прекрасно. Но не тут-то было. То есть, и даже на вентилятор завязаны мозги. Даже по нему он ругается. Даже без этого вентилятора, без сигнала, он работает по шим-сигналу. Он не дает команды на включение компрессора-кондиционера. Вот таким вот образом все завязано. И я более чем уверен, что мы не сможем до конца все это сделать, пока не найдем BMW X5 E53. И не сможем хакнуть ее, считать из нее нужную информацию. Не изобрести блок. Опять же, при помощи наших друзей компании DM Gadget. Если мы тут не сделаем все, то он не будет корректно работать. Благо, те ребята, с которыми мы сотрудничаем, у которых покупаем контрактные двигатели, именно этот приехал с Англии с минимальным пробегом, они любезно согласились предоставить BMW X5, для того, чтобы мы сочетали всю информацию, для того, чтобы отправили нашим партнерам сделать адаптер, и он заработает правильно. Единственный вопрос – это время. На это уйдет неизвестно сколько времени. Мы движемся, мы работаем. Вот только-только приехал вентилятор. Вот реально я вам сейчас его показываю. Я его получил буквально вчера. Потому что они разные оказались. Бензин, дизель, поколение года тоже разные. Это BMW. Там даже по... Вот здесь год. И даже по месяцам запчасти отличаются. То есть нужно покупать именно запчасть от этого мотора, от этого Вина, от этой даты создания вот именно того автомобиля. Потому что если покупаем запчасть, которая на месяц позже, она не подойдет. Мы, кстати, здесь так ошиблись. С помпой, с термостатом и с чем-то еще, по-моему, с роликами, с ремнями. Это пришлось сдавать и покупать новое. И просить у ребят, которые притащили нам этот мотор, оригинальный Вин. И только по нему, соответственно, покупать запчасти. И в будущем, имея уже оригинальный Вин, у клиента не будет проблем с запчастями. Что касаемо оснащения. И в Инстаграме, и под прошлым видео, многие люди задавали вопрос. Как вы сюда его уместите? Хватит ли длины? Все ли нормально скомпонуется? Как видите, двигатель уместился. Причем, есть еще даже сзади место. Можно было сдвинуть его еще назад. Но мы не стали это делать. Нам нужно было остаться в базе, чтобы раздатка осталась в правильном заводском месте. И карданные валы не резать, не удлинять, не балансировать, чтобы это было все максимально ремонтопригодно. Мы всегда думаем об этом наперед. Двигатель уместился в базе. Как видно, все расстояния, все зазоры до радиатора, все в норме. Виска муфта уместилась без проблем. Сделали кожух. Установили радиатор. Это, кстати, штатный радиатор от Land Rover Discovery 3. Просто куплен новый. Смещение, да, немножечко смещения были. Радиатор немножко сместился вперед. Но буквально на какие-то считанные, по-моему, 30 или 35 миллиметров. Крепежи все сделали. Диффузор сделали. Все необходимые патрубки, шланги под антифриз все сделали. Также уместился радиатор кондиционера. Он тоже штатный от Land Rover Discovery 3. Спереди оставили нужное количество расстояния для того, чтобы уместить еще вентилятор. Что касаемо впуска. Внизу сохранен штатный интеркулер. Тоже от Land Rover. Хотели поставить BMW, но он по размерам немножечко не подходил. Хотя площадь его именно по сотам полностью совпадает со штатным двигателем 2.7, который здесь был. Так что решили оставить родной на родных крепежах. Опять же, это плюс к ремонтопригодности. Естественно, пайпинг 1, пайпинг 2. Все уместили, все правильно сделали. Убрали сразу EGR. Программно мы еще его не отключили, но будем отключать. У нас уже есть соответствующая прошивка для того, чтобы отключить EGR. Для того, чтобы поднять мощность до 250 лошадиных сил. Хотя уже сейчас я немножечко прокатился здесь по нашей территории. Ну, дизель есть дизель. Конечно, с низов он едет лучше, чем UZ. Но, опять же, свое мнение о дизеле я все-таки сформирую позже. Когда мы доделаем, прокатимся, посмотрим и на расход, и на динамику с низов и по трассе. И уже тогда скажу свое действительно правильное мнение. Которое сформируется уже, когда двигатель будет хорошо работать. Когда все считаем, все сделаем. Ну, об этом я уже говорил. Вот, кстати, еще один из немаловажных моментов. Этот Land Rover, как я уже ранее говорил, делается как большой проект. То есть купили БУ машину, перебрали подвеску. Забыл сказать. Все. Как я показывал в прошлом видео, мы покупали запчасти. Что-то докупали. Все. С подвеской закончили. Полностью вся новая. Соответственно, диски, колодки, шаровые, наконечники, соленблоки. Это все стоит новое. Плюс купили уже летний комплект резины. Вместе с заказчиком выбрали на досках объявления, что ему понравилось. Купили летний комплект. Зима, которая здесь, кстати, была. Диски были в плохом состоянии. Их уже отдали, покрасили порошковой краской. Все красиво сделали. В скором времени купим зимнюю резину. И у человека будет два свежайших комплекта резины с дисками. Это как раз тоже один из пунктиков расхода, имеется в виду по финансам, в создании целиком проекта. Еще один пунктик. Это косметика. Понятное дело, кузов не новый. Сейчас мы его помыли. Я вот даже сейчас покажу, как это все дело выглядит. То есть есть вот моменты, например, какие-то под арками. Да, вот если есть где-то сколы, коррозия. Да, это будет почищено. И это достаточно просто заантикорить, поскольку это закрывается аркой. Но есть, например, вот такие вот моменты, которые будут видны. Здесь никакой сильной коррозии нету, поскольку эта машина по низу имеет цинк. Небольшой слой цинка, да, это у многих автомобилей. Но вот это надо обязательно зачистить и локально подкрасить и, соответственно, полирнуть. Для этого приобрели по образцу краску. Все. То есть у нас есть краска. Это позволит устранить эти мелкие косметические дефекты. После этого устранения сделать уже антикор. Днище разобрано. Имеет в виду пластик, всякие там защиты и так далее. И после антикора уже соберем на новые пистоны. Потому что в дискорях, да, это бывает. Пистоны некоторые ломаются. Они в доступе копейки стоят. Все это будет собрано, чтобы ничего не отвалилось, не развалилось. То есть наша задача в этом проекте не только просто сюда вбросить мотор. И не только заставить его корректно работать. Но и, как уже сказал, подвеску, колеса, косметика, антикор. В самом конце еще будут работы по салону. Имеется в виду, нужно сделать химчистку. После химчистки нужно сделать выводы. Он же не новый салон. Если где-то что-то потерто, значит это нужно отреставрировать. И мы это будем делать. Плюс по салону нужно будет добавить некоторые опции, которые захотел заказчик. В частности, здесь нету парктроников. Что-то еще. Там список у меня присутствует. Это тоже мы будем делать. На это тоже уйдет время. Казалось бы, да, можно и сейчас это сделать. Но лучше все структурировать и делать сначала одно, потом второе, потом третье. Потому что если вместе, там, коллективно набрасываться на проект, получается очень сумбурно. И все друг другу мешаются. И в итоге он делается дольше, нежели чем делать все структурированно. Вот один из моментов тоже, да, скажем, подножки. Старые были мятые, ржавые. Вот купили новые подножки на дискаря. В принципе, в свободной продаже, в доступе. Довольно-таки бюджетно стоит около 15 тысяч рублей. Поэтому, ну, плюс-минус, в зависимости от того магазина, где вы будете покупать. Новые, красивые, все. То есть они в целлофане. Здесь под матовый алюминий, как это с завода и было. Да, это не оригинал, но довольно-таки хорошего качества. И таких позиций, да, придется покупать на эту машину много. Для того, чтобы, как я уже выразился, не только технически ее сделать, но и эстетически. Перед тем, как сейчас подведем итог этой части по этому Land Rover, давайте заведем, или, как говорят, запустим этот двигатель. Послушайте, как он работает. Моторчик работает ровно, как и должен работать современный дизель. Не то, что, да, как раньше тракторные были. Действительно, он работает ровно. Звук идеальный. Но я все равно не особо люблю дизеля. Я люблю V8, я люблю бензинку. Ну, вы это так все знаете. Собственно, вот и все. Вы увидели своими глазами, что да, уже мотор стоит. Да, запускается. Да, у нас есть куча трудностей, которые мы преодолеваем. Кстати, параллельно я запустил оформление этого автомобиля. То есть, уже отфоткал, уже показал, уже собрал необходимые справки. Ну, в общем, все это дело в процессе. Скоро будет готова СКТС-ка. Я надеюсь, к концу свапа будет готова СКТС-ка. И все будет официально прописано. И после будет уже смена собственника на заказчика, под которого уже делается этот автомобиль. Мы работаем дальше. За кадром остается вся наша команда, которая трудится и над этим автомобилем в том числе. Спасибо, что посмотрели это видео. Комментируйте, пишите, что думаете. Лайки, дизлайки. Как вам удобнее. До новых встреч.